Здарова всем! Это наш первый поход в этом году. И сегодня мы хотим рассказывать вам о том, как пройдет вообще этот поход. То есть вы будете с нами весь поход. Мы будем рассказывать, что мы делаем, как мы делаем. Да, как ставить палатки, куда мы идем, что у нас происходит по пути. Да. И первая новость. Погода говно. Что у нас сегодня здесь? Туман. Наш любимый туман. Да. Сегодня 1 мая. Мы приехали недавно. То есть мы уже где-то час шли, наверное. В общем, поднялись немного. И у нас первый обед. Да. А будет второй обед? Да, у нас первый обед, будет второй обед. Вот. Высота 2050. Мы начали с 1800. Сегодня мы в ущелье Сокота. Идем куда? На озеро. Озеро называется... Ортокер. А, Ортокер. Вот. Ну, в общем, поехали. В общем, первый обед у нас всегда начинается с того, кто что припер. Вот. Это всегда очень много всяких вкусняшек. И мы, в общем, обедаем тем, что взяли. Чё ты там? Вкусно. О, серьёзно. Жрёшь? Жри, жри. Когда мы приносим свою еду в поход, мы выкладываем на общий стол. Она становится общей. То есть ты ешь, всё. У нас никто по отдельности не хомячит, но как минимум мы на это очень сильно надеемся. Ты хомячишь? Нет. Точно? Да. А по ночам? А в первом походе? В первом походе? Ну, Стема был барон. А ты? А я нет. Ну, да, ну, да. Конфеты-то у вас в палатке находили. Фантики. Они рафинад продавали. Все сдали тебе, Мартин. А ты его жрал. Ну, офигительно просто. Я уснул после обеда. Полчаса проспал. Всё, идём дальше. Я тоже чуть-чуть спала. Так вот выглядит наше ущелье. Здесь есть река. Туман уже уходит. С утра мы пришли. Был сильный туман. Видимость 50 метров где-то была. И вот сейчас уже разъяснилось. Солнце светит. Здорово. Сейчас мы соберёмся и пойдём дальше. Когда проходите вот такие скальные обрывы, всегда внимание всё на стену. Идём молча смотрим, чтобы камни не сыпались. Потому что в любой момент они могут падать. И... Тут такие волны, блин. Что, может, и не выживешь. И проходить такие участки надо очень быстро. В горах нередко встречаются такие опасные участки. И нужно быть просто внимательным. Вот это да. Здесь была трапеза. Вот твой меч, Яна. Костяной. Легендарный. Яна любит кости собирать. Чё, домой потащишь? Не знаю. Давай на обратном пути. А вон там эти берцовые, да, кости? Всё, пойдём. А вот и голова. Яна, голова. Ой, хребетик. Ян, так как свой тикток. Всем привет. Сегодня я делаю обзор на новый конструктор. Это... С нижней челюстью. Яна. Яна? Что? Такая в свой тикток. Всем привет. Сегодня будет обзор на новый конструктор. Снова. Фу, она ещё свежая? Нет, видишь, как... Пошли. Прошло минут десять, и туман вернулся. Да, вот в горах у нас так всё время. Десять минут, туман, а нет. Десять минут, туман пришёл. Так и живём. А я только толстовку снял. Там снег. Пом-пом, снег. Пшигать снежки. А дальше у нас речушка. Переходим по камням. Мосты, извините, никто для нас не сделал. Пробежал. Пробежал. Ай! Яна очень не любит воду. И плохо к ней относится. А туман всё сильнее и сильнее. А эти умники, как всегда, по-другому решили пойти. Ну давай. Ну конечно. Торчки, блин. Пейзаж, конечно, огонь. Красотень. Кто-то насрал фигурой. Ай, кто-то старался. А теперь парочка правил, которые должна соблюдать любая группа, идущая через туман. Чтобы сделать свой поход безопасным. Направляющий группы должен видеть всю группу вплоть до замыкающего. А замыкающий должен всегда видеть направляющих. А если в группе большой разрыв, то необходимо сомнеть всю группу. Пока разрыв не сократится. Подожди! Сейчас хочу вам показать жилища. Здесь, в общем, живут сурки Мензибера. Их здесь очень много. И они целые холмы изрывают. Ходы здесь огромные. Вы их можете увидеть только издалека. И иногда, когда они только захотят. Они очень громко свистят. Сейчас их нету здесь, видать. Ну, они спрятались, в смысле. Вот. Ну, иногда мы их видим, когда они издалека вылазят. Обсвистят нас. И валят. Забавные штуки. Кстати, если вы думаете, что вы будете охотиться на них. Ставить ловушки, кушать их. Никогда этого не делайте. Есть одна простая причина. Эти сурки переносят чуму. И поэтому не стоит к ним лезть. Не стоит их трогать. Если вы трупик где-то найдете. Лучше не подходите. Это небезопасно. Ага. И еще одно очень важное правило. Для того, чтобы ходить в тумане. Никогда не сворачивайте с тропы. Есть тропа, иди по тропе. Начинается мощный подъем. Туман все никак не уходит. А, нифига за него не видно. Это уже свежая марена, видать, в этом году сошла. А таким надо очень быстро передвигаться. Потому что они сходят частенько. Нельзя задерживаться. Чем быстрее пройдешь, тем меньше ноги будут вязнуть. Все, дальше жестко. Замерзло. Четыре часа. У нас второй обед. А вот это проблема. Река не растаяла. И течет по льду. И нам ее сейчас нужно перейти. This is big problem. Давай, тесты льда. Тесты льда. Говорит, это не лед, это жижа. Да, давай ты легкая пройдешь. Я вижу, как вон там вода течет. Если что, я возьму твою машину. Походу, не возьму. Классно? Янка вылезла. Ну что? Блин, у меня сейчас ноги намокнули. Мне нравится. Мне это не нравится. Фу, вот ручей прям. А, 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 блин, блин. Как это мерзко. Все, нормуль. Это хуже, это жижа. Не толкайся. Ближе от электронной сигары. Оп, земля. Спасибо, Сусанин. Пожалуйста. Я надеялся на спешку. Обойдешься. Вот, наконец-то, сегодняшний день подходит к концу. Мы пришли на место. И сейчас я вам покажу. Мы идем к большому камню. Сейчас я вам покажу, насколько он большой. Это он. Он просто огромный. Наконец-то туман разошелся. Более-менее его хоть уже немножко... А, ты зараза, затягивает опять. Ну, в общем, мы будем ночевать возле него. Сейчас подойдем. Поставим палатки. И... Увидите в сравнении, насколько он огромный. Там вот река. Из нее, получается, можно воду брать. Место классное. Если б не туман. Да. Вот и он, наш красавчик, вблизи. Камень называется Джарташ. Кто знает, перевод это с киргизского. Переведите, пожалуйста. Напишите в комментариях. Мне тоже очень интересно. Сейчас подойдем поближе. Там, ну, навряд ли пещерка. Но такой закуток есть. Ну вот. Как минимум от дождя спрятаться здесь точно можно. По сути, можно и переночевать. Там вот специально стену заложили. Прикольно. И река очень близко. Пришли, валяются. Давайте столкнул, ты скажешь? Этот? Ага. Давай столкнем. Че сидишь? Давай палатку ставь. Ты офигел, вон на них хорит. Они уже стоят, видишь? Ты один сидишь. О, дело сделано, встали. Здесь на стоянке есть источник ледниковой воды. Вот мы сделали запруду. Теперь будем набирать тут воду. Вода прям прозрачная. Обалденно. Янка сейчас разделывает курицу копченую. Ты любишь это делать? Прямо рвет руками. Я на беру. Я на беру. Я на беру. Мы ее бросим в суп. Яну. Давай. Короче, мы пришли, поставили палатки. И на этом, считай, наш день закончился. И начинается вторая фаза. Началась ночь. Короче, мы когда приходим, мы очень сильно уставшие. Мы ставим палатки и немножко ложимся спать. Вот. Короче, мы где-то в часа два, наверное, отдыхали, спали. Кто-то тут не спал, да? Орали. Вот. Ну, короче. Теперь мы готовим ужин. Вот. Сейчас уже у нас, не знаю, короче, уже где-то полдевятого, наверное. Сегодня мы приготовим вам супец. Сами в первый раз его увидим. Это Костя. Например, прислал в Белоруссии брикетированный такой суп. То есть здесь гороховый суп. И он такой прессованный. Короче, его нужно, во-первых, размять хорошенько. Он весит всего 200 грамм. В принципе, прикольная штука. Написано, что он на 6 порций. Вот. Дома я один уже пробовал. Там какой-то классический, что ли, гороховый был. Ну, честно говоря, не сказать, что прям вах. Ну, блин, это брикет, чего вы хотите. Вот. Поэтому мы сегодня с этим кое-что замутим. Мы сюда как раз курицу добавим, там, специи всякие. Ну, короче, постараемся делать вкусняшку. Вот. Я его уже немножко раздолбал. То есть мы его инструментом. Вот. В общем, способ приготовления. Сюда нужно полтора литра воды. Короче, его нужно просто хорошо размять. Полтора литра воды. И все. Довести до кипения. И варить 15-20 минут. Ничего супер-пупер сложного. Вот. Короче. Сейчас будем готовить. Вот Яна уже покрошила курицу. А Андрей уже минут 10 сидит, пытается развязать пакет. Не в четыре бантика. Кто завязал? Никита. Никита. А зачем тебе сейчас печенье прориснет? Ну, для чая. Который будет за супом. Еще не скоро. Ну, сразу же. И здесь. Когда-нибудь же это нужно будет открыть. Ну, да. И потом будет чаем. Во время чая все это бодяжится. Готовит у нас Саня. Саня, привет. Привет. Яна продолжает драть курицу. Саня мучает воду. Так и живем. Кстати, мы сейчас в палатке. То есть, вот Саня сейчас сидит в тамбуре. Кто не знает, вот эта часть палатки. Это называется тамбур. Вот. В ней не спят. В ней вот там земля. В ней туда складывают обувь, рюкзаки. И во время дождя можно прямо в тамбуре в этом готовить. Главное, чтобы палатка не загорелась. Ну, то есть, надо, чтобы тримус был в середине. Вот. Так очень удобно. Есть такие тамбуры, в которые можно загнать велосипед. В этот тоже вроде один можно загнать. Да? Да. Мы когда приходим, мы вот так вот всю жратву в кучу складываем. И тут спит самый короткий. Там Дрюха спит. Я не отдам углы. Я не сплю. Дрюха? А этот, делись. Лук-морковка. Он ногами ест тоже. Тоже пинем. Он спит. Так, короче, а где лук-морковка? Покажешь. Не знаю. Найди, блин. Ну, в каком-то этих пакетах. Он там. А здесь у нас сушеный лук и морковка. То есть, мы это используем. Именно дома заготовки делаем. И в супы это на... Закидываем. Назакидываем. Вот. Это лук и морковка, обжаренные на масле. Потом забрасываешь это в воду, они разбухают и становятся как новенькие. Очень классная штука. То есть, очень облегчает. Здесь очень много. Его даже останется. Ну, блин. Зачем-то сделали столько. Ну, то есть, понимаете, да, что либо ты целую луковицу тащишь. Морковки там тащишь. Жаришь это на масле. Масло тащишь. Либо ты это дома сделал. И вот это вот весит там не больше 200 грамм. А здесь на весь поход. Так что, кому интересно, спрашивайте. Может быть, когда-нибудь покажем вам, как это... Ну, просто сделать дома. Янка, ты жирная. Выпери. Ну, ладно. Саня шаманит. Никита пытается открыть пакет. У него когда-нибудь получится, наверное. Маленький ты у вас. Давай, ты справишься. Только не на пол. Ура, первая стадия прошла успешно. Пять минут. Что, не мимо кастрюли даже? Ура. Даже не в вашей таблице. Ура. Никита, я вас. Сейчас, Никита, подожди. Никита, браво. Никита, спорь. Такая вот получилась бодяга. И тут... Ну, тут, блин, половина всего это курица вышла. Поэтому суп особо пропал, короче. В смысле, вкус супа ушел в небытие. Мы сейчас едим в основном курицу. Но это вкусно. Что найдутся? Ну, вот сейчас, в общем, Яна разведет детей на деньги в покер. И все пойдут спать. Привет всем. Сегодня уже утро второго дня. И мы находимся в Исакате. Мы идем к озеру Ортокёль. Вчера весь день был туман. А сегодня он разъяснился. И теперь... Красиво. Красиво. И пока хорошая погода, покажу вам окрестности. Здесь мы ночевали. Вот это камень джертаж огромный. И вот, смотрите, вокруг какие скалы. А там дальше уже снежные. То есть вот то, последний снежник, это уже вершина хребта киргизского. Пару лет назад мы через него переходили на ту сторону. Это очень интересное место. Красивое. Вот так выглядит. Сегодня мы пойдем еще дальше туда, в ту сторону. Там находится наше озеро. И покажем вам, насколько там клево. Мы сейчас позавтракаем и пойдем. Че, как спалось? Френово. Почему? Я не спала почти. Почему? Не знаю. Холодно, а потом жарко с утра. Забавно. Ноги болят? Нет, уже не болели. Отвалились? Наверное. Плохо. Пока мы не вышли, давайте подведем итоги первого дня. Вчера мы вышли от курорта Иссаката и дошли до Камня Джертаж. А длина составила 11 километров. На старте высота была 1800, сейчас 2800. Мы набрали 1000 метров. Дорога довольно несложная, очень много троп. Иногда они просто пропадают на травянистых лугах. А так идти, в принципе, довольно несложно. Просто утомительно. Временами встречаются такие скальные срезы, где нависают камни. Поэтому будьте осторожны на них. А главное, в этом ущелье очень много родников. Поэтому без воды вы не останетесь. Из растительности здесь только небольшие деревья. И то, которые остаются где-то внизу до 2500 метров. Дальше деревьев уже нет. Остаются одни кусты. Поэтому готовить здесь все-таки лучше на примусе. Ну или на газовой горелке. Кому как нравится. Ну а для противников любых газовых или бензиновых приборов тоже есть выход. Сейчас покажу. У вас всегда есть какахи. Можете готовить на них. На завтрак у нас кашка 7 злаков. Готовил Андрей. Спасибо, Андрей. Вкусно. Вчера я совершил роковую ошибку и пошел в кроссовках. И от мокрой травы они полностью промокли. Но сегодня... Сегодня я пойду в сапогах. Это, короче, мои любимые сапоги. Они итальянские. Ну и, короче, классно по снегу ходить. Они не промокают. И вот, считай, по колено можно в снег залезть или в воду. Клевая тема. Сегодня нам идти всего километров 8. Поэтому мы расслабились. Валялись до обеда. И выходим только сейчас. В 11.30. Все надели седла и пошли. И буквально через 500 метров от стоянки вон там впереди виден мост. Переход на ту сторону реки. Сейчас у нас река просто никакая. Но летом она полная. То есть все вот это русло, что вы видите, оно заполнено и просто так не перейдешь. Вот по тому мосту переходим на левую сторону. Короче, мне лень идти до моста, поэтому идите по реке. Так быстрее же, ну правда же. Сейчас крюк этот делать. Оттуда-ка срежем. Напоминаю, сейчас у нас май, 2 мая. Поэтому воды просто нету. Еще ледники не начали тавить. Поэтому воды тут нет. А так, ну я думаю, вы понимаете, да, что вот это серое, это все русло реки. Летом здесь воды столько, что лучше не ссуваться. Так, покажу, что будет, если вы не перейдете там по мосту, а решите пойти по правому берегу. И вот она тропа, уводит прямо вот сюда. Здесь придется через реку делать брод. Вот. Потому что дальше у нас идет галимая сыпуха, и двигаться по ней уже практически невозможно. То есть там одно неверное движение, и тебя вместе с камнями в реку смоет. Поэтому здесь уже приходится переходить брод. Поэтому, ребят, не тупите. Там есть мост. Переходим на правую сторону, и идем по этой стороне уже. Когда на склоне рисуется вот такая снежная шапочка, приходится рубить тропу. не надо бояться. Никакой тут лавины не будет. Просто снег на тропе. Но рубить надо. Пойду помогу. Когда первый устает, участники просто меняются местами. И следующий рубит. Еще пару шагов, и мы почти подошли к первому озеру. Сейчас я вам его покажу. Красота неимоверная. Смотрите, вот. Вот оно. Шикарно, не правда ли? Ю-у-у. Это стоило того, чтобы идти. Сейчас еще выйдем вон на тот бугор. Вид вообще откроется. Вах, просто. Потерпите чуть-чуть. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. И вот. Ветер усиливается конкретно здесь. Вот так вот. Да ладно, он прикалывается. Это на самом деле разлив. А озеро там еще дальше. Я искупаться хотел. Очень классная озера. Я головкой нырять хотел. Ну, повезло. Озер никогда в жизни не видит. Вот так. Ден, там у нас сегодня раз. Да ладно, мы шутим. Все-таки май тут просто воды нету. Обычно все клево. Вот. Но это только один из таких заливчиков, запруда. Мы идем дальше. Там дальше за тем хребтом. Еще есть озеро. Ну, оно реально большое. Ну, и оно реально без воды. Но мы идем. Куда нам деваться. После того разлива начинается такой резкий взлет по моренам. И уже дорожка среди камней идет наверх. И тут уже немножко тяжелее становится. Но тропы есть. Идти, в принципе, понятно куда. Самое главное. Вокруг вот такие скалы. Там внизу уже немного течет водичка. Но это просто талый снег. И она серая. И она серая. Мы движемся туда дальше. Буквально через два с половиной часика мы дошли до озера. До настоящего озера. Так, смотрите, вот оно. Опять же, воды в нем пока что очень мало. Но я думаю, вы понимаете размер. Это озеро настолько большое, что вдоль него тропа идет примерно на два километра. Примерно два километра ты будешь шагать вдоль этого озера. Оно очень большое. И дальше за ним, за Мандой-Мареной, есть еще одно озеро. Летом это просто обалденный вид. Мы были здесь в июле. Озеро просто шикарное. Оно огромное. У него бирюзовая вода. И вид просто обалденный. Вы должны это увидеть своими глазами. Поэтому, ребят, если вы хотите приехать в Кыргызстан, планируйте свой отпуск. Скоро я выложу расписание всех походов. И обязательно мы включим это в поход. И вы сможете пройти, увидеть это озеро своими глазами. Вот, я вам обязательно покажу. Сделаю тур через это ущелье. И я надеюсь, вам очень понравится. На озере до сих пор лед стоит. Тут у нас на пути крупная сыпуха. Из таких крупных камней. Это одно из наших любимых мест. Такое классненькое. По этим крупным валунам можно очень быстро передвигаться. Потому что ты широко шагаешь. Но тоже нужен навык, чтобы не подвернуть ногу. Нигде не завалиться. А так, когда научишься, очень быстро можно двигаться. Вот, смотрите, озеро там. И вот до туда аж. Если бы мы еще половину его только прошли. Еще где-то километр до конца. Идем дальше. Я не знаю, слышно вам или нет. Но там сейчас камнепад идет. Нет, вот они идут спокойно. А я проваливаюсь. Ты тоже жирный. А, блин. А, я почти по колено проваливаюсь. О, еще один. Небольшой камнепадик. Остановились к ворочи на обед. Бодяжим супчик. Как только солнце зашло за тучу, сразу стало нереально холодно. Еще и ветер дует. Ну, в общем, погодка тут резко меняется. Поэтому будьте готовы к трудностям. А что у нас тут? Это горный сурок. Кусил. Смотрите, какие когти. Погода резко испортилась. С тучи набежали. Сейчас у нас где-то градусов 10. Очень холодно. Короче, мы решили на второе озеро не идти. Ну, по сути, оно, скорее всего, такое же, без воды. Все, что нужно было, мы увидели. Ну, в общем, решили спуститься вниз. Там лучше потусуемся. Спуск, в принципе, дело не хитрое. Но, когда он сильно затягивается, начинает болеть подошва, стираться, мозоли на подошве, на подушечках образуются. Ах, это больновато. То есть, подъем в гору, он более сложный, тяжелый физически. А спускаться легче, но немного опаснее. Именно потому, что ты уже устаешь. Тебя как бы несет вниз. И ты просто каждый свой шаг, ты удерживаешь себя от падения. Вот. Поэтому спуск, он как бы кажется всегда интуитивно проще. Типа, то есть, ты больше расстояния преодолеваешь, все такое. Меньше устаешь. Реже отдыхаешь. Но, когда склон более крутой, ты рискуешь упасть мордой вперед. Вот этим опасны спуски. И вот как только мы вернулись в лагерь, поставили в палатке. Вернулся наш дружбан, туман. А, чтоб тебя. А на обед у нас сегодня гречневый суп. Пацаны нам приготовили. Перчик. Перчик. Вкусно. Ничего. А, фики-пуки. Сейчас дойдет. Что дойдет? Перчик. Давай. Это неправильный. У меня сломанный мальчик, он перец не чувствует. Чувствую. Чувствуешь? Чувствую. Перчик. Перчик. Да. Да, что Андрюха, как перчик? Плохо. Ты хороший, перец, что ли. Перец не будет. А ты нет. Вот улыбка. Ты че. Ты в эту воду. Рис поешь? Собой. Гущёнка есть. Марк, смотри, как Андрею плохо. Ты точно ртом ел? Да. Уверен? Да. Че, контейнер не мыть? Почему? Вечером уже тоже суп. Упала я, ахнипа. Встречаются вот такие участки с сыпухой. Их нужно проходить всегда только бегом. Нельзя останавливаться. Всегда нужно очень быстро перебирать ногами. Только остановишься, тебя понесёт вниз. Поэтому всегда нужно прям бежать. Ну что, я побежал. Перебежал. Ибо внизу у нас река. Поэтому, ребят, будьте осторожны. Кстати, сегодня третий день нашего прогулочного похода. Но мы решили спуститься вниз. Вот. И там уже отдохнуть. Так что, мы двигаемся в сторону санатория. Надеюсь, вам нравится такой формат видео о наших походах. И нравится или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях. А также напишите, что бы вы ещё хотели узнать о походной жизни. И нам очень нужна ваша поддержка. Ведь, как вы помните, мы давно копаем на дрон. И с помощью него мы могли бы показывать вам наши прекрасные горы с высоты птичьего полёта. А сейчас я вам покажу, как мы в горах добываем еду. Пацаны! Давайте жрать! Жрать? Жрать готовьте. Ну, как-то так. Что жрать-то? Ну, рыбный суп. Если вы полагали, что в походе у нас готовят я или Тима, то вы глубоко ошибаетесь. В походе у нас готовят пацаны. Сегодня у нас Марк учится готовить жрать. Так, не прыжки. Лучий парк. Да, не в том, что я обманываю. Сначала надо сечку помыть. Да, поднимите этот пакет вверх. Вот я беру. Можно мне, Саня? Нет. В два раза быстрее надо, чтобы научился. Вон там самый старый пошел, пошел, пошел. Что, Сань, пенсия, да, уже? Добавь приправы, добавь. Больше не надо, а много сыпать. Соль не надо, а приправы сходят, а потом у нас соль не сходят. Много, надо много. Собрались коршуны над цыпленком. Но обучение штука такая. Зато присматривают и учат всему, что нужно. Что делаешь? Пальцы собираюсь. О, классно. Суп с сосисками, да, значит, будет? Типа. Ой-ой-ой, опасный момент. Упри его на камень. На камень, на ровный какой-нибудь. Давай-давай-давай. Что делать, что делать? Да, тебе камень. А где мне вообще камень? Не бы сказал. Сейчас, длища проваливается. Ничего, банка высокая. Ты ему ерунку, кстати, думаешь, камень найдет. Ну, неудобно. Ну, неудобно. Отлей немного жидкости, чтобы, значит, все выльется. Дальше вещь. Да, спасибо. Тык. о молодец давай давай самое главное пальцы держать ниже хорошо получается очень даже неплохо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рыбу надо, ну, конечно, не фарш, но порубать, чтобы она всем досталась Офигеть, смотри, там блин, там две трети банки рыбы, остальное вода Вот жопошки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тем более А как будто вы сами не улажаете, да? Да, мы не улажаем Да, да Я же такой пополам И он такой О, закипело Давай Добавлю крышку, да? Но на кастрюлю не улажаем Это опять весну Это опять весну В смысле, да? Да Прямо Псечку Попрессирую Бульон в тарелку налей Водоворот Водоворот сделай и выплесни быстро Добавлю крышку Давай Магик О, не магик, это физика Что такое физика? Не знаю Магия такая Быва 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 Супечка Супечка Что примет? Внес сухую морковь И лук Давай Кидай с пакетом вниз И так сойдет Да Сейчас видишь Главное, чтоб вода во внутрь попала Так Понеслась Давай 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 Сколько 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 не жалко Все Нет Все жалко Все Больше 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 Греби Внутрь Все Чуть Больше 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 Мне нужно Больше Все Все Боже Все Боже Frau Что там рис варился? Не знаю. Попробуй. Я не знал. Сейчас зубы посыпятся. Ну и еще не доварился. Но вкусно. Тебе лишь бы жрать. Закрой. То лук и кастрюлю. Все все равно надо. Помешал еще. Помешал немного. Не надо каждый раз. Мешать. Суп-то выкипает. Его становится меньше. Время потихнет. Томатную пасту кидай. Я думаю, он сейчас сожрет. Я тоже так думала. Все хорошо. Ты такой ради этого. Все равно уронил. О, рука твоя. Может ты помешаешь? Дело государственное важное. Крышку уделывает. Ну, теперь можно и помешать. Ты даже не закрыл. Ты искал крышку, чтобы просто положить ее. Нет, нет, нет. Чтобы потом не доставать. Ты на меня кричит. Потому что я не помешал. Сайру насыпай. Насыпай тебе чуть семечки, что ли, блин. А как? Наливай, что ли? Ну, бросай хотя бы. А, ну, накладывай. А, накладывай. Кладу. Поклал. Ой, поклал. Все поклал. Почти. Все наложил. Везде наложил. Ох, рыбка пошла, плал. Я видел хобасу. Тебе там кусман? Ты точно ее резал? Ломай ее, хребет. Что ты смотришь? Ломал. Лови, ломай. Ну, чего ты делишь? Да я кого-то там ломаю. Нормально ломай. Готово! Ты орешь. Сейчас ему смешно будет, если он грохнется. Я тебя зарежу, Марк. Я тебя зарежу, Марк. Я тебя воню. Я тебя воню. Все хотят жировать. Он в саре. Что это, Марк, там раскладываешь? Все там, нет? Марк. Не останавливайся, когда говорят твое имя, Марк. Мы хотим есть. Леву, короче, жизнь ничему не учит, до сих пор железную чашку носит и полотенце. Он просто нравится ему. Еще кружку не видели. Смотри, 70 сон стоит. Полезная вещь. Ну что, вердикт. Марк будет жить? Будет. Ура! Это так голосование. Живи. Живи. Давай, Никита, скажи. Ты попробуй хоть сначала. Держи, Марк. Как там будет? О, пойдет. Пойдет. Будет. Короче, будем считать, Марк со своей задачей справится. Ну все, приятного аппетита, мы пошли кушать. Доброе утро. А на утро у нас, как всегда, молочная кашка. Сейчас похаваем и пойдем. Ну вот и последний день нашего похода. Мы собираем лагерь и сегодня уходим. И я очень рад, что вы досмотрели до конца, что вы были с нами все это время. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если вам нравится, то ставьте, конечно же, лайки. И подписывайтесь на канал. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся в следующем походе. Пока-пока. А еще не забывайте вот так вот сушить палатки перед выходом. И до новых встреч. Пока-пока. Когда у нас будет дрон?